Представьте себе обычный будничный вечер. Но вот после ужина домочадца не разбегается каждый к своему компьютеру, остается в столовой, достает учебник истории и начинает с интересом его читать. В наше время эта ситуация кажется несколько абсурдной, а вот в начале XIX века она была достаточно будничной, ибо в это время начинается публикация истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. И одной из первых глав была глава о князе Олеге, Олеге Вещи. Почему же Олег Вещей? Карамзин с объективностью историка описывает один из замечательных походов Олега, который произошел в 1907 году, поход на Царьград. И Олег в этом походе проявляет чудеса военной смекалки. Когда греки перегородили вход с моря цепями, чтобы корабли не могли пройти, Олег приказывает вытащить ладьи на берег, поставить их на колеса, и под их прикрытием начинает наступать. Греки в пугаются, город сдан, Олег получает большую дань, заключает мирный договор и соглашение о беспошлиной торговле и возвращается в Россию. Народ, удивленный его славой и богатством им привезенными, единогласно назвал Олега Вещем, то есть мудрым и даже волхвом, отмечает Карамзин. Но волхвом называют Олега язычники. С их точки зрения Олег совершает что-то сверхъестественное, неподвластное обычному человеку, и поэтому дают ему это прозвище Вещей, которое обычно давалось волшебникам и колдунам. Вещей значит Олег Волшебник. Вслед за Карамзиным в 1821 году Рылеев, поэт, общественный деятель, руководитель декабристского восстания, повешенный потом в Петропавловской крепости, пишет песню или думу Олег Вещей. Акцент он здесь делает немножечко на другом. Наскучив мирной тишиной, собрал полки Олег и с ними полетел грозой на Цареградский брег. Так начинается песня. Здесь нужен некий исторический комментарий. Наскучив мирной тишиной, совершенно не значит, что Олег по тихий ради пошел куда-то воевать. Нет. Олег язычник, и с точки зрения язычника главное достоинство заключается в том, чтобы бороться с врагами и завоевывать новые земли. Именно так и действует Олег. У Рылеева Олег описан крайне скупо, всего один эпитет. Седой Олег. Это не значит, что Олег старый, ему 28 лет. Седой значит мудрый, имеющий опыт, но и пользующийся уважением у своей дружины. И дружина здесь описывается гораздо больше и тщательнее, чем сам Олег. Это дружина с веселостью течет вслед за Олегом. Дружины, дружине не страшны скалистые берега и бурные волны Днебра. И воодушевляя свою дружину на последний приступ, Олег произносит всего одну фразу. Идем, друзья, рёк князь России геройским племенам, и шел по суше к Византии, как в море по волнам. Идем, друзья. Для Олега дружина друзья, он не отделяет ее от себя. Дружина неотделима от Олега. Они ему верят, они его уважают, они ему преданы. Нет вот этой строгой вертикали власти. Для Рылеева это важно. Правитель должен быть демократом. Правитель должен слышать и чувствовать свой народ. Именно поэтому весь Киев в пышном пировании восторг свой изъявлял и князю вещего прозвания единогласно дал. Вещий в значении тоже волшебник, но волшебник, потому что он чувствует свой народ и является демократическим правителем. Чуть позже Александр Сергеевич Пушкин пишет другую песню. Песня о вещем Олеге. Как ныне сбирается вещей Олег, мстить неразумным хазаром. Так начинается его песня. Все мы помним сюжет. Олег к этому времени уже состоявшийся полководец, уважаемый правитель. И навстречу ему попадается кудесник, который предсказывает ему смерть от его коня. И как не любил Олег своего коня, ибо для язычника кони это не просто транспортное средство, а друг, товарищ и брат, Олег все-таки от него отказывается. Почему? Ну, наверное, потому что Олег, как полководец, представляет себе совершенно другую смерть. На поле боя, или в кругу друзей и дружины, но никак не от смерти животного. И вопрос здесь не о смекалке или отваге Олега. Наверное, он не боится все-таки смерти. Вопрос другой ставит Пушкин. Можно ли измежать своей судьбы? Этот вопрос его особенно волнует, ибо сам Пушкин, мы знаем, был достаточно суеверным человеком, и в начале XIX века ему было дано предсказание. Его предостерегали о том, что он должен бояться 1937 года белого человека, белой лошади и белой головы. И в 1937 году была дуэль с Дантесом, до Дантеса Блондин. Он поручик кавалергарского и ее величества полка, офицеры которой носили белые одежды. От судьбы Пушкин не ушел. И размышление о том, можно ли уйти, как раз и воплотилось именно в этой песне. Но и здесь Олег не отходит от своей судьбы, и он погибает от укуса змеи, который вылезает из черепа погибшего, умершего уже коня. Пушкин в одном из письмей к Вяземскому писал, судьба не перестает с тобой проказить, не сердись на нее, ибо не ведает она, что творит. Представьте ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, так и говорить не о чем. От судьбы не уйдешь. И здесь Олег вещий, ибо он знает свою судьбу, пытается от нее уйти, но, к сожалению, у него не получается. Как ныне сбирается вещий Олег, счета прибивать на ворота. Так начинается уже другая песня Владимира Семеновича Высоцкого, песня о вещем Олеге, написанная в 60-х годах 20-го столетия. Высоцкий использует образы пушкинского Олега, но снижает их сразу же. Здесь Олег уже не вещий, как волшебник у Рылеева, но и не ведающий, как у Пушкина. Он ничего волшебного не совершает. Он прибивает какие-то щиты на какие-то ворота, занимается, скажем, прямо бесполезным делом. Он ничего не ведает и не хочет ведать. И когда к нему приходят волхвы с сообщением и предсказанием о том, что он умрет от коня своего, он его не слушает и, более того, приказывает их наказать. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите, с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнидными конями. И вот в этом таком веселом, шуточном, ироническом стихотворении Высоцкий отражает, наверное, главное. В 20-м столетии горизонталь власти достаточно жесткая. И власть не только не слышит, но и не хочет слушать никого, кроме себя.